Жаркий день в Калифорнии. Еврейское кладбище холмы бессмертия. Хоронят одного из самых знаменитых наших артистов. Когда уже все разошлись, Савелий пошел к себе в спальню, и Илюша Баскин вернулся к нему. И когда он зашел к нему в спальню, он увидел, что Савелий лежал и плакал, потому что он уже понимал, что это последняя встреча. Савелий Краморов был человеком достаточно мудрым. И он говорил своим друзьям, что лучше сняться в маленькой роли со знаменитыми актерами. Поэтому то, что Краморов снимался по несколько минут в фильмах, в которых снимался Шварценеггер, Сталлоне и другие известные актеры, дало ему возможность получать денег гораздо больше. Я не могу называть суммы, которые он получает, но овчинка выделки стоит. А вдоль дороги ножны с косами стоять и тишина. А имя Василия Алибабаевич, Вася. Хорошо. Как верблюда. Красиво, правда? Так, извольте мне переставиться. Иван Ильич Винников. Я Григорий Мазурский, ваш связной. Мы только что прилетели из Вашингтона. Да, мы взяли первый самолет сюда, как только получили эти новости. В кино я играю алкоголиков, хулиганов и придурков. Наверное, поэтому меня везде принимают за своего. Любил шутить с Савелий Краморов во время выступлений. Зрители действительно обожали актера с необычной внешностью, который заряжал позитивом каждого, кто оказался рядом с ним. За кадром в жизнь Краморова было мало веселого. Тяжелое детство, проблемы в личной жизни и вынужденной эмиграции. Биография артиста пестрит трагическими событиями. Пик популярности Краморова пришелся на начало 70-х годов. Джентльмены удачи, Иван Васильевич меняет профессию и Афоня. Эти ленты заставили каждого жителя СССР восхищаться талантом актера. Ходили слухи, что он просто невероятно богат. Жил в знаменитом круглом доме на Мосфильмовской набережной. Ездил на белой иномарке и купался во внимании поклонников. У него был Volkswagen, Букашка и в гараже двойной комплект запчастей. Казалось бы, при таком уровне популярности актер мог покорить любую женщину. Но личная жизнь у звезды не складывалась. После короткого брака с сокурсницей Людмилой артист пытался обрести семейное счастье еще три раза. Отношения с архитектором Марией продолжались 13 лет. Женщина мечтала о ребенке из семьи, но их первенец умер в младенчестве. После такого удара возлюбленные пытались наладить отношения, но повторно завести ребенка так и не решились. После смерти Савелия Викторовича его последняя супруга Наталья трогательно рассказывала о Марии, стерпевшей ради любви к звезде многие унижения. Он говорил, что он все время был в поиске чего-то нового в жизни. У него даже такая присказка была, что лучший враг хорошему. Он в поисках лучшего потерял свою жену Машу, которую он очень любил. Говорят, Маша многое ему прощала. Он ведь мог неделями, а то и месяцами не видеться с ней, делилась Наталья. Кстати, она долгое время не знала, что Савелий все время находился в каких-то отношениях с другими женщинами. Он искренне любил Машу, но это не мешало ему искать новых ощущений на стороне. Савелий так на Маше и не женился. Помню, на мой вопрос, почему же они все-таки разошлись, вздыхал. Дурак был молодой, слава в голову ударила, все время был в поиске, а лучшее – брак хорошего. Вот в поисках этого лучшего я Машу и потерял. Единственную дочь Краморову подарила вторая жена Марина. Долгожданную наследницу артист назвал в честь матери – Бенедиктой, неоднократно признаваясь, что малышка является самой большой и искренней его любовью. Вот только рождение девочки не предотвратило скорое расставание Савелия Викторовича с Мариной. Вторая законная супруга сбежала в Лас-Вегас с годовалой Бенедиктой, заставив артиста еще больше переживать из-за своей ненужности на чужбине. Казалось бы, после успеха обрушившегося на Краморова в начале 70-х, его ждет пожизненная любовь зрителей. Да, публика действительно ценила артиста, а вот партия давно относилась негативно. Во-первых, на экране Савелий Викторович все чаще воплощал образы странноватых, маргинальных мужчин, портящих имидж идеального советского государства. Во-вторых, дядя-артиста неожиданно эмигрировал в Израиль, что фактически ставило крест на успешной карьере. А тут еще сам актер начал увлекаться йогой и посещать синагогу. Он был очень религиозным человеком и не отказался от веры ни тогда, когда понял, что за ним следят, когда он выходит из синагоги. В какой-то момент количество актерских предложений свелось к нулю. За три года 12 часов съемочных, конечно, это ничто для такого известного человека. Его сняли с титров. В титрах его не было. И Краморов начал гастролировать с концернной программой по стране. Однако это не приносило достаточно средств и творческого удовлетворения. В итоге артист решил эмигрировать в Израиль к дяде. Но власти СССР отказались выпускать его из страны. Краморов получил приглашение от дяди из Израиля. Но родина знаменитого артиста отпускать не хотела. Прекрасно понимая всю бедственность своего положения, актер решился на отчаянный шаг. Отправил письмо президенту США, бывшему актеру Рональду Рейгану. Пронизанное отчаянием послание под названием «Как артист артисту» стало настоящей сенсацией и почвой для международного скандала. Уважаемый господин президент, помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. Моя нынешняя великая страна, видимо, помочь мне в этом не может. Я не переоцениваю свою известность. Стоит вам, гуляя с супругой по Москве, спросить у любого москвича, у любой старушки. Даже если вам ее подставят и она окажется агентом КГБ. Знает ли она Савелия Краморова, то она обязательно откроет рот, даже будучи чекисткой, и скажет «А как же, смешной артист». Много раз смотрела фильмы с его участием. Кого он только не играл. Старушка, кем бы она ни была, даже министром культуры, скажет вам правду, но не всю. Действительно, зрители до сих пор смеются над героями моих фильмов, но лично мне, самому сейчас, не до смеха. Я не умираю с голоду, но ни одним хлебом жив человек. И хотя хлеб у нас с вами разный, и питаемся мы иначе, но мы оба любим творчество, и не можем жить без него. Поэтому помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. Моя нынешняя великая страна, по-видимому, помочь мне в этом вопросе не может, просил актер у президента. Его письмо было несколько раз передано по голосу Америки. Разумеется, после столь громкого заявления в Советском Союзе Краморов был просто обречен. В случае с Краморовым не стали препятствовать выезду. Что-то сломалось в нашей машине. И начали не то, что выпускать, а выгонять. Он верил в Америку, о том, что маленький человек по фамилии Краморов может стать безумно богатым, великим. Я его назвал человек бескорыстно любящий бабло. Он считал, что он незаслуженно здесь зарабатывает эти копейки грёбаные. Но никто не встретил его в Голливуде с распростёртыми объятиями. Нет, роли у Савелия Краморова были в США, его имя значится в титрах порядка десяти картин. Но в СССР за 20 лет он сыграл более 60 узнаваемых киноролей. Из-за жуткого акцента артисту предлагали преимущественно эпизодические или малоизвестные роли. Лишь благодаря упорству и принципиальности он смог добиться успеха. И на чужбине в какой-то момент его даже взяли в местную актёрскую гильдию, что для эмигранта было огромной удачей. Да, от нас. Всё-таки, наверное, тяжело было уехать и жить там. Как долго вы привыкали, адаптировались? Ну, в общем, конечно, это было не очень сложно первое время, потому что я большую часть жизни прожил в России. И как-то оборвать всё было сразу не так было легко. Я говорю чисто где-то морально, понимаете, потому что материально было всё, я был очень устроен, потому что я сразу получил большой контракт, большую работу от «Москва на Гудзоне». И, в общем, эта всё, картина прошла очень успешно. И была хорошая пресса о картине, я помню, меня отмечали тоже. Так что в этом отношении было всё прекрасно, так сказать, творческая сторона дела. Ну, так сказать, вот где-то немножко моральное, это было немножко первые годы, а потом всё нормализировалось. Потом я прорву, потому что я уже 10 лет как живу там. Первым американским фильмом Крамарова, который называли откровенно антисоветским, стала лента Пола Мазурский «Москва на Гудзоне». А первым экранным партнёром советского эмигранта оказался пока ещё малоизвестный «Робин Уильямс», для которого это был всего пятый полнометражный фильм его актёрской фильмографии. Картина рассказывает о последних годах жизни СССР, дефиците, очередях, цензуре. Прототипом главного героя фильма стал Владимир Сермакашев, известный в 60-е годы советский джазовый саксофонист и композитор, в 1973 году эмигрировавший в США и взявший псевдоним Влад Вест. Крамаров сыграл сотрудника КГБ, он был рад получить эту роль. Тогда актёр плохо говорил по-английски, из-за чего очень переживал. Но чего он точно не ожидал – увидеть упоминание нелестное о себе в советской газете. Не думал, что на родине о нём вообще когда-нибудь ещё будут писать. Также его фамилия вырезалась из титров фильма в советском прокате. Выглядело, конечно, странно, но чиновники явно считали это достойной карой удравшему. Кстати, больше половины актёров фильма «Москва на Гудзоне» – также советские беженцы и невозвращенцы. Но главную роль – Володя Иванова. Американский режиссёр фильма никому из бывших советских актёров так и не решился доверить. Её сыграл Рубин Уильямс, который был очень далёк от всего того, что показано в фильме. Савелий Крамаров рассказывал, что во время съёмок он достаточно тесно сошёлся с Робином и много помогал ему с репликами на русском. И если Крамаров довольно сносно говорил по-английски, то для Уильямса русский язык был сродни китайскому, то есть очень сложным, непонятным и бесконечно далёким. Крамаров хотел работать и принимал все предложения о съёмках. В Голливуде его звали на небольшие роли выходцев из СССР. По американским законам гонорары от проката фильмов даже после смерти артиста выплачиваются его наследником. Савелий Крамаров был человеком достаточно мудрым. И он говорил своим друзьям, что лучше сняться в маленькой роли со знаменитыми актёрами. Поэтому то, что Крамаров снимался по несколько минут в фильмах, в которых снимался Шварценеггер, Сталлоне и другие известные актёры, дало ему возможность получать денег гораздо больше, я не могу называть суммы, которые он получает, но овчинка выделки стоит. Он сыграл советского космонавта в фильме «Космическая Одиссея 2010», продолжение легендарной «Космической Одиссеи» Стэнли Кубрика. Появился в «Красной жаре» с Арнольдом Шварценеггером, в «Танго и Кэше» с Сильвестером Сталлоне, в «Любовной истории» с Уорреном Битти, Аннет Беннинг и Кэтрин Хепбёрн. Платили ему не очень много, его типаж в США оказался непонят и невостребован. Зато в США он наконец осуществил мечту всей своей жизни, сделал операцию и исправил косоглазие. И другая мечта тоже сбылась, он стал отцом прекрасной девочки Баси, малышку назвали так в честь мамы актёра. После болезненного развода и многочисленных карьерных злоключений, Крамеров встретил свою Наташу, женщину, которую ждал всю жизнь. Она смогла вселить в него веру, светлое будущее. Но тут судьбу Савелия Викторовича ворвалась в болезнь. Та самая, которая однажды лишила его матери. Я плакала, сидела с ним вместе в машине. Он не плакал, он просто ругался, как последний бендюжник. Я никогда не слышала, чтобы Савелий так вот отюкался. Очень было тяжело. Но он тут же стал делать какие-то звонки. Он всё равно наделся, он был готов бороться. Савелий Крамеров неоднократно признавался, что всю жизнь боялся заболеть именно раком. Памятая о муках матери, он постоянно проходил медицинские осмотры и даже практиковал лечебное голодание. Вот только все эти методики оказались бездейственными. В январе 95-го года артист внезапно почувствовал себя плохо. При осмотре ему был поставлен неутешительный диагноз – рак прямой кишки. Крамеров хотел жить вечно, фанатично. Он заботился о своём здоровье. Когда он приходил ко мне в гости, он приносил с собой маленькие баночки с какими-то пророщами, зерновыми, пшеницей или ещё, своей водой, своими продуктами, которые он считал панацеей от всех его болезней. Он не выпивал, он делал какие-то свои чаи зелёные или какие-то там растительные. Он очень серьёзно относился к своему здоровью. А для него всё было важно. То есть он ко мне иногда подходил и говорит, Олег, ты накачанный. А ты как вообще качался? Я говорю, ну, периодически было дело. И он говорит, ну я тоже начал. Я говорю, ну молодец. У него был, как мне кажется, патологический страх смерти. Я говорил с ним по телефону, и он сказал, что-то нога в последнее время седли, болит. Ну, нога, нога. Ну, сходи к врачу. Первый вопрос. Рак? Он сказал, да. Я приехал, он уже не говорил. По иронии судьбы, незадолго до этого Крамеров получил большую роль в серьёзном драматическом проекте, которую ему так и не суждено было сыграть. Химиотерапия и операция по удалению опухоли негативно сказалось на самочувствие артиста. За тромбозом последовал первый инсульт, а потом и второй, унёсший жить Савелия Викторовича в возрасте 60 лет. Чуть позже жена Наташа вспоминала, что незадолго до смерти Крамеров обрёл всё, о чём только мог мечтать. Я до сих пор не могу принять то, что его так стремительно унесло от меня. Все желания исполнились в его жизни. Дом купил, в кино снимался, любимую женщину встретил, ребёнка родил. Больше желать было нечего, он всю жизнь искал свою любовь. Но так получилось, что нашёл её слишком поздно. Вот на вершине счастья его жизнь резко оборвалась. Я часто вспоминаю его мудрые слова. Всё суетимся, бежим куда-то, а надо жить по-другому. Проснулся, увидел солнце и радуйся. Как бы плохо ни было здесь, это всё равно лучше, чем там, вспоминала супруга. После эмиграции Крамеров возвращался в Россию два раза. В 94-м, за год до смерти. Во время приезда в Москву, актёр совершил невероятный поступок. Вывез из страны в США прах матери. По словам последней жены звезды, он так и не признался, где захоронил останки родительницы. Самого Крамерова похоронили неподалёку от Сан-Франциско, на еврейском кладбище. Чуть позже друзья поставили на могиле актёра памятник в виде гримерного столика с занавеской и театральными масками, лежащими на нём. Ведь даже после смерти каждый проходящий мимо должен был знать, что здесь покоится великий актёр. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. У меня также есть бусти, на котором контент будет всегда выходить раньше, чем на ютуб. Некоторый контент будет сугубо только на бусти. С вами не прощаюсь и до встречи. Расходиться надо. Здравствуйте. Всё, кино не будет. Электричество кончилось.